Холодно. Пустынно. И большую часть года всё выглядит уныло. Скалистые горы тянутся более чем на 4800 километров по территории Северной Америки. С большим разнообразием экосистем и рельефа. И самое неуютное место – вершины этих высоких гор. Но для некоторых животных это привычное место обитания. Например, для снежной козы. И свистуна – седого сурка. Как выживают эти животные в одном из самых суровых мест на Земле? Животный мир скалистых гор Возвышаясь над ландшафтом, вершины скалистых гор уходят за облака. Эти горы состоят из ста с лишним отдельных хребтов. Десятки вершин достигают высоты более 4000 метров над уровнем моря. Высоко в Альпийской зоне, над обширными лесами, покрывающими склоны, нашлось достаточно места для некоторых животных. Но их жизнь нелегка. Выживают лишь самые выносливые. Ведь горные вершины беспощадны к потенциальным обитателям. На этой вершине очень холодно. Температура снижается на 2 градуса Цельсия на каждые 300 метров над уровнем моря. К тому же, здесь очень ветрено. Порывы ветра вокруг утесов достигают 160 километров в час. Это то же самое, что ураган второй категории. Условия жизни суровые. Пищи и укрытий не хватает. Но при этом и мало хищников. Они предпочитают более легкую добычу в долине. Именно поэтому для многих животных эти скалы – наилучшая среда обитания. Представители фауны, живущие здесь, лучше всего приспособлены к суровым условиям. К счастью для здешних обитателей, в этот период времени жизнь становится немного легче. Пришла весна. Когда сквозь снег пробивается первая зелень, белая куропатка начинает готовиться к новому сезону, меняя наряд. Эта птица проводит жизнь на альпийских склонах, и зимой становится практически невидимой на фоне снега. Помогает ей в этом белое оперение. Оно также согревает и защищает от непогоды, прикрывая птицу до самых лап. А когда холод становится невыносимым, куропатка прячется в снег. Но сейчас снег начинает таять, и белое оперение куропатки исчезает вместе с ним. Вместо белых перьев появляются бурые, они идеально сливаются по цвету со скалами. Снежные козы тоже линяют, стремясь охладить свои тела с приходом жары. Их густая, пышная шерсть была необходима для выживания в зимние месяцы. Она состоит из двух слоев – густого подшерстка и плотного полого волоса сверху. Такое одеяние защищает коз при температуре до минус 46 градусов по Цельсию и ураганных ветрах. Но сейчас они стараются побыстрее избавиться от зимней шерсти, оставляя ее на камнях и деревьях. Они сбрасывают эту шубу, как только начинает таять снег, сменяя ее на легкую летнюю шерсть. В горах, где воздух разреженный, солнце неумолимо и для снежной козы оно может стать не менее опасным, чем жестокий холод. Снежные козы подвержены риску теплового удара. Они не потеют. Вместо этого они глубоко дышат, как собаки, чтобы охладиться. А также прячутся в тени, когда палит солнце. Выше по склону толсторогий баран также пытается найти прохладу. Он глубоко вдыхает прохладный воздух ноздрями, которые пронизывают множество кровеносных сосудов. Так он охлаждает кровь, что, в свою очередь, охлаждает тело. Его тело хорошо приспособлено к холоду. Коренастое, с короткими ногами и хвостом, с небольшими ушами – все это помогает максимально долго сохранять тепло. Но в жару все это создает проблемы. Как и снежная коза, он тоже находит уютное место, чтобы вздремнуть, пока температура растет. Но долго ждать не придется. На вершинах скалистых гор температура меняется в мгновение ока. Летом может быть и жарко, и холодно, и влажно, и сухо, в зависимости от капризов матери природы. Смена погоды происходит каждую минуту – от тепла к заморозкам в течение одного дня. Огромное значение имеет облачность. Как только Солнце заходит, температура падает. Порой более чем на 15 градусов по Цельсию. Но сегодня баран не ждет наступления ночи. Голод гонит его на Солнце. Ему надо отъесться после скудного зимнего рациона. Козы тоже не могут слишком долго прохлаждаться в тени. Каждую весну они находятся на грани смерти. За зиму их жировые запасы истощаются. Опасность голода более чем реальна. Теперь им надо быстро добыть корм, чтобы накопить жировые запасы, необходимые для выживания следующей зимой. Почти все животные, обитающие в этих горах, теплокровные млекопитающие и, как правило, травоядные. Но если животным в горах жить нелегко, то растениям еще труднее. Здесь непростые условия для растительной жизни. И чем выше, тем реже растительность. Высота произрастания деревьев зависит от расстояния до экватора. В южной части скалистых гор деревья растут на высоте 3700 метров, а на территории Канады на уровне 760 метров. Лишь 200 видов растений могут здесь выжить. Почти половину из них можно найти и в другой суровой части света, в холодной Арктике. Растениям для фотосинтеза нужен углекислый газ, а здесь, в разреженном воздухе, его не хватает. Количество осадков минимально, в среднем 300 миллиметров в год. Фактически это пустыня. К тому же, вегетационный период здесь короткий. Часто лишь 60-90 дней. А снегопады возможны круглый год. Если зима слишком долгая, или снежный покров настолько плотный, что животные не могут добраться до растительности под ним, даже толстого слоя жира может не хватить для выживания коз. Этой снежной козе повезло. Перед ней сочное весеннее угощение. Она поедает полевые цветы, которые выросли на этой сухой каменистой почве. Коза неразборчива в еде. Она ест все, что сможет найти, и когда сможет. Популярное блюдо – лишайники и суккуленты. Эти низкорослые растения обильно растут на горных вершинах. Они не боятся ветров, имеют плотные кожистые листья, которые удерживают влагу, уменьшая циркуляцию воздуха и испарение. Чуть выше стадо толсторогов тоже нашло немного корма. Пищеварительная система этих баранов приспособлена для того, чтобы извлекать из пищи как можно больше пользы. Они живут на подножном корму, как коровы, и имеют четырехкамерные желудки, довольствуясь тем, что найдут. Когда они не едят, то отрыгивают пищу в виде жвачки, прежде чем проглотить ее. Это позволяет получить из корма больше питательных веществ и воды. Но даже с четырехкамерным желудком, который улучшает пищеварение, стаду толсторогов не помешает небольшая питательная добавка. И они не любят делиться. Солончаки – естественные минеральные отложения, содержащие такие питательные вещества, как натрий, кальций, железо и цинк. Все это – важные элементы для костей и мышц. И после долгой голодной зимы животные усердно ищут эти минеральные отложения. Ученые считают, что соль имеет питательную ценность и облегчает дискомфорт в желудке после поедания свежей весенней зелени. Когда живешь там, где нет гарантированных запасов еды, ничего не пропадает впустую. Самцы нуждаются в пище, чтобы отрастить свои роскошные рога. Эти рога рассказывают историю их жизни. И это рассказ об изобилии и голоде. Толстороги размножаются весной, но прежде чем молодые самцы начнут отращивать свои внушительные рога, им надо пережить свою первую зиму. Поскольку отращивание рогов требует больших затрат организма, самцы растят их летом, когда вокруг много трав и семян, которыми можно питаться. А зимой, когда еды не хватает и надо экономить силы, их рога перестают расти. Так на рогах появляются годовые кольца, как и в стволах деревьев. Это позволяет ученым определить возраст самцов толсторога. Возраст самки остается загадкой. Ее рога маленькие и не подвержены ежегодным периодам ускоренного роста. В то время как мощные рога самцов предназначены для привлечения самок, то самкам просто нет необходимости тратить энергию на их отращивание. Они также меньше самцов своего вида, примерно в два раза. И не участвуют в боях, так что изначально им требуется меньше энергии. Возможно, поэтому самки живут дольше, чем самцы. Средняя продолжительность их жизни около 14 лет, а не 12, как у самцов. Этот крупный олень наслаждается свежим цветущим угощением. В отличие от овец и кос, олень спускается с гор, как только начинают дуть зимние ветры. Он проводит зиму внизу, в долине, питаясь корой и укрываясь от бушующей в горах непогоды. Но сейчас на смену весне приходит лето, и он выходит из леса, чтобы пощипать горных трав. Он углубляется в горную экосистему настолько глубоко, насколько позволит ландшафт. Свыше двух тысяч оленей обитают здесь, в парке скалистых гор. В долине слишком много обитателей. Поэтому, поднявшись как можно выше, этот бык получает явное преимущество перед остальным стадом. Он может первым добраться до еды, избежав прямой конкуренции со стороны других оленей. Да и хищников здесь мало. Они обитают далеко от этих мест. Койоты и волки могут при случае забрести сюда, но предпочитают охотиться ниже по склону, где можно спрятаться среди деревьев. Олень может подниматься до трех тысяч восьмисот метров над уровнем моря и обитать на большинстве типов местности, пока там есть пища. У оленя на выбор есть много вершин. В парке 26 гор, вершины которых поднимаются в небо более чем на три тысячи метров. И все это в районе, который по площади чуть меньше Чикаго. Самый большой пик гора Джофри. Ее высота три тысячи пятьсот метров. У человека на такой высоте возникает высотная болезнь. А олени отлично с этим справляются. Отчасти потому, что приспособились к разреженному воздуху. По мере того, как пики становятся выше, воздух становится все более разреженным. Он содержит меньше кислорода. Это означает, что каждый вдох высоко в горах содержит всего 60% кислорода от объема кислорода на уровне моря. Горные животные адаптировались. У них больше легкие и больше эритроцитов в крови, чтобы разносить кислород по телу. Разреженный воздух также означает, что ультрафиолетовое излучение здесь сильнее, но их плотная шерсть служит защитой. Но это не значит, что высота не представляет угрозы. В горах существует постоянная опасность, сила тяжести. когда живешь на таких крутых вершинах, одного неверного шага достаточно, чтобы погибнуть. гора Робсон высотой 3959 метров является самой высокой горой канадских скалистых гор. Она не самая высокая над уровнем моря, но здесь, у озера Берг, гора Робсон имеет самый резкий перепад высот от вершины до основания. Невероятно крутые и изрезанные склоны отпугивают даже самых опытных альпинистов. Гору Робсон называют великим белым ужасом, и она оправдывает это название. 3000 метров почти вертикальных склонов она считается одной из самых сложных гор для восхождения в Северный Америке. Только 10% альпинистов добираются до вершины. Эверест вдвое выше горы Робсон. Это самая высокая гора мира, но ее гораздо легче покорить. Ее вершина достигает 50% альпинистов. Конечно, люди не эволюционировали, взбираясь по этим склонам. но другим животным это удалось. Например, этой самке толсторога, сбросившей зимнюю шерсть. И она здесь не одна такая. В парке вокруг горы Робсон обитает 42 вида млекопитающих и 182 вида птиц. С изменением высоты меняется и экосистема, и животные, населяющие ее. От зоны горного болиголова в долинах до зоны альпийской тундры на вершинах. и здесь наверху можно найти уже знакомых обитателей, живущих бок о бок, толсторогов и снежных кос. Но то, что они эволюционировали, чтобы жить здесь, не означает, что они могут игнорировать законы гравитации. Лавины и обвалы могут снести даже самое твердостоящее на ногах животное. Фактически, это одна из главных причин смертности в горных популяциях. Главный ключ к выживанию здесь – удержаться на ногах. Но эти толстороги не выглядят испуганными. они бегают по самому краю. Из-под их копыт осыпаются камни. Они двигаются по извилистым тропкам, карабкаясь к вершине. большинство людей следило бы здесь за каждым шагом. А для молодняка толсторога это обычная утренняя прогулка. Для малышей это время игр на крутых скалах. им всего пара недель от роду. Но они уже умеют передвигаться по склонам. Они независимы, любопытны и игривы, как большинство детей. Правда, у большинства детей нет игровых площадок на высоте в тысячи метров на крутых склонах горы. А где же мама? Она решила, что можно вздремнуть. у толсторогов есть все основания чувствовать себя беззаботно. Их плотное мускулистое тело имеет низкий центр тяжести, что дает максимальную устойчивость на горных уступах. толстороги даже могут удерживать весь свой вес тела на одной ноге. Внешняя часть их копыт – видоизмененные ногти, окружающие гибкую подушечку. Благодаря этому они могут прыгать на расстоянии в три длины их тела и цепляться за выступы шириной с большой палец человека. Потрясающая ловкость. Хотя снежные козы могут взбираться по скалам еще быстрее. Снежный козел может подняться на высоту эквивалентную высоте Empire State Building всего за 20 минут, цепляясь почти за вертикальную поверхность. Даже в этих местах у четвероногих есть преимущества. Их раздвоенные копыта позволяют им расплющивать подошву, чтобы зацепиться за крошечные выступы. К тому же подошвы снабжены гибкой подушечкой с грубой поверхностью, которая может гнуться и цепляться за любую неровность на местности. Подушечка окружена слоем твердого кератина, что позволяет удерживать вес тела на одной ноге. Мощные плечевые мышцы также помогают козам с легкостью подтягиваться и сохранять устойчивость на пути вниз. Козы также могут прыгать на 3,5 метра, чтобы добраться туда, куда им надо. Все животные этого пустынного горного региона физически приспособились к выживанию здесь. Они также адаптировались социально, но все по-разному. для мелких животных совместные действия часто необходимы для выживания. Этот седой сурок только что вышел из спячки, но уже готовится к следующей зиме, выискивая как можно больше пищи. Этот самый крупный представитель беличьих Северной Америки должен за следующие несколько месяцев удвоить вес тела. Как только начинается листопад, он уходит под землю, глубоко под снег, впадая в спячку на 8 месяцев. Питание не командный вид спорта, в отличие от выживания. Эти грузуны известны как свистуны. из-за издаваемых ими пронзительных звуков. При приближении хищника они издают громкие свистящие звуки, и все сурки вокруг знают, что надо прятаться в укрытие. А тем временем выше по склону. Американская пищуха не хочет, чтобы ее беспокоили. Ей тоже надо искать еду. Она очень беспокоится за сохранность своей норы. И неспроста. Она все лето загружает ее едой. Пищухи зимой не спят, но прячутся в норах среди скал, так что ее кладовые жизненно важны для выживания в холоде. Воровства здесь не терпят, и пищуха будет отгонять соседей, чтобы защитить свои запасы. Но отгонять не слишком далеко. Она не хочет кормить соседей, но и не хочет стать едой для хищников. Итак, грызуны действуют сообща, выполняя программу соседского надзора, чтобы не попасться ласке или койоту. Пищухи кричат, чтобы предупредить о приближении опасности и успеть скрыться. В конце концов, у этих животных единственная причина поселиться здесь и избежать встреч с хищниками. толстороги известны как самые социальные из копытных млекопитающих. Хотя в их тесных социальных группах наблюдаются серьезные конфликты. самцы общаются с самками только осенью, в период разгножения. В остальное время они живут в холостяцких группах. У самцов массивные толстые черепа. Это на случай, когда им нужно самоутвердиться. Но такое столкновение лбами на самом деле знак уважения. Баран со склоненной головой доминантный самец. Подчиненный самец оставляет на его рогах свой запах, который выделяют железы около глаз. Этот запах связывает их как товарищей по стаду. Но если на кону что-то важное или надо впечатлить самку, бараны пускают в ход свои рога. Это самые крупные дикие бараны Северной Америки весом до 130 килограммов. Бараны могут сражаться часами, порой разгоняясь до 64 километров в час. Сила удара при столкновении в 60 раз больше, чем сила, которая требуется, чтобы пробить человеческий череп. Но их головы выдержат удар. Их двуслойные черепа построены как пчелиные соты. Кости прочные, а толстые сухожилия соединяют череп и хребет, что смягчает удар. Такое строение помогает защитить мозг от травм во время боя. У них не бывает сотрясений. Их массивные рога загибаются вокруг голов. Некоторые достигают размера велосипедного колеса. Поскольку эти животные обладают рогами весом до 14 килограммов, им нужны невероятно крепкие мышцы шеи, чтобы держать голову прямо. Вес рогов больше, чем общий вес костей их тела. Толстороги обычно живут по правилу. Чем больше рога, тем важнее самец. Но когда возникает вопрос доминирования, любые споры решают удар лбами. Как только доминирование установлено, борьба прекращается, и холостяки снова становятся дружелюбными. Несмотря на манеру бодаться, толстороги имеют сплоченную социальную структуру, формируют коалиции и отношения внутри стада. сначала они выясняют отношения, а потом снова становятся лучшими друзьями. К счастью, серьезные стычки ограничены сезоном размножения. Самцы снежных кос не так миролюбивы. в среднем они вступают в драку каждые 15 минут. Бои не ограничиваются сезоном размножения. Они случаются круглый год. Снежные козы становятся агрессивными и защищают свою территорию от любой другой козы, которая может нарушить их распорядок, используя свои короткие заостренные рога, чтобы защитить себя. Эти рога показывают, что название снежные козы обманчиво. Вообще-то это не козы. Название их рода на латыни «ареамнос» означает горный ягненок, но они и не овцы. Хотя снежным козам присущи козьи черты, но больше они похожи на помесь козы и антилопы. На самом деле, они близкие родственники не только настоящих коз и антилоп, но и овцебыков. Главное отличие их рога. Они короче, тоньше и острее, чем настоящие козьи рога. Они как два острых кинжала, закрепленных на их твердом черепе. Рога помогают этим своенравным животным отбиваться от хищников и от других коз, спарывая брюхо любым потенциальным соперникам. Такие заостренные рога есть и у самцов, и у самок. Но оба пола не слишком часто пересекаются. Самцы либо живут поодиночке, либо присоединяются к небольшим группам холостяков. Этот забирается выше в горы. Все еще в пределах видимости стада. Но достаточно далеко, чтобы вся еда на этом участке досталась ему одному. Эти самки и их потомство часть ясельного стада со строгим соблюдением иерархии, где ранг зависит от возраста. Руководит здесь самая старшая самка. Няньки особенно вспыльчивы. Но они обеспечивают безопасность группы, следят за хищниками, которые могут покуситься на малышей. Этот козленок родился месяц назад, высоко на скалах, подальше от хищников и других коз. Чтобы те не показывали превосходство над младшим членом стада. Через два дня он уверенно стоял на ногах, чтобы подниматься по склону рядом с мамой. Его мама заботлива, но без колебаний оставит его хищнику, если ее жизнь будет в опасности. Привязанность не самая распространенная черта у горных козлов. Само стадо тоже не слишком сплоченно. две недели назад эта няня была частью совершенно другой группы, но сегодня она кормится на этом склоне горы. Так что это часть ее стратегии выживания. Она питается и передвигается непредсказуемым образом, чтобы сбить с толку хищников, которые могут выйти на охоту. И она не любит ни с кем делить любимые места кормления. когда еды не хватает, снежным козам приходится держаться теснее, и это приводит к новым боям за право на пищу. В этом иерархическом обществе в наибольшей опасности находятся козлята. У этого малыша шансы пережить первый год жизни невелики. всего 40%. И лишь 50% возможность пережить второй год. Эти горы свидетели миллионов лет природных изменений. самые древние части горного склона имеют ископаемую историю, которая насчитывает почти 2 миллиарда лет. тогда уровень моря был намного ближе к этим горам. А некоторые виды скал, например, известковые, сформировались на морском дне. Со временем тектонические плиты сдвигались, заставляя огромные массивы камня трескаться и сдвигаться на соседние участки. Касл Маунтин с ее плоской вершиной и внушительными склонами находится прямо на разломе в национальном парке Банф. Ребристая фронтальная стена похожа на мощную неприступную крепость высотой 3000 метров. вершина горы состоит из слоев осадочного известняка и кристаллических сланцев. Когда эти линии разлома осыпались, старые камни бросало на более молодые у подножья гор, создавая геологическую аномалию. В осадочных слоях новые породы обычно наслаиваются поверх старых, а не наоборот. но эти характерные участки сброса часть того, что делает эти горы уникальными. Самые твердые слои Касл Маунтин сопротивлялись размыванию лучше, чем более мягкие, формируя этот впечатляющий ребристый фасад. Эта земля величественная, скудная, не гостеприимная. И все же для кого-то она является домом. выживание здесь – это просчитанный риск. Животные мирятся с холодом, ветром и угрозой падения. Потому что все эти угрозы более предсказуемые, чем хищники, которые живут ниже по склону. Волки, койоты и пумы часто охотятся на овец, но этим хищникам трудно действовать эффективно на этих опасных склонах. Там, где кончаются деревья, хищнику-засадчику негде спрятаться. А мягкий слой снега на краю снежного покрова создает барьер, который большинству животных преодолеть не под силу. Усилия, которые необходимы, чтобы добыть здесь пищу, таковы, что для большинства хищников это неоправданный риск. жизнь в горах жизнь в горах возможно подходит не для каждого. Но для тех животных, которые живут в скалистых горах, эти горы лучшее убежище. они приспособились к этой жизни, потому что здесь они в безопасности, внутри крепости, созданной самой матерью природой. КОНЕЦ Редактор субтитров Корректор А.Егорова КОНЕЦ